Слава Богу, Церкви, братья и сестры! Знаете, мы только что прослушали пение о том, как нам важно в жизни не забывать о том, что Господь сделал в жизни каждого из нас. И мы обязаны, что ли, помнить о тех благодеяниях, о той милости, которую Господь излил в нашу жизнь. И каждый день нашей жизни полон Божьих благословений. И знаете, я как-то прочитал такую интересную мысль. Вот счастлив тот человек, который больше Бога благодарит, чем чего-то просит. И вот если мы действительно в своей жизни замечаем то, что Господь делает в нашей жизни, если мы имеем сердце благодарное, то, знаете, может и жизнь по-другому проходить, как-то ты будешь больше улыбаться и прочее, и прочее. Знаете, все люди, они имеют проблемы на земле. Все люди, они переживают какие-то обстоятельства сложные, может, иногда непонятные. И преимущество верующего человека в том, что мы имеем надежду на Бога, что через все эти проблемы, через все эти обстоятельства нам поможет пройти Бог. А вот у людей, которые не имеют такой надежды, которые не знают Бога лично, такой надежды нет. И поэтому, вы знаете, говорим иногда людям о Боге, что вот есть надежда, есть надежда на лучшее, есть надежда на Бога. И тема моей сегодняшней проповеди – это надежда на Господа. И Писание нам много об этом говорит, и какое преимущество быть человеком, который надеется на Бога. Римлянам 5 глава, с 1 стиха написаны такие слова. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердце нашим, нашим Духом, святым данным нам». Итак, апостол Павел, обращаясь к церкви в Риме, донося мысли о том, что, знаете, в нашей жизни бывают эти скорби, бывают переживания, бывают такие вот сложные ситуации, но, как я уже говорил, преимущества верующего человека. Мы получили доступ к той благодати, мы оправдались верою, мы пережили что-то сверхъестественное в своей жизни. Знаете, готовясь сегодня к проповеди, я прочитал несколько таких историй, как люди, живя в мире, переживая много проблем. Много этих греховных, знаете, когда грех овладевает человеком, это впоследствии приводит к кучам проблем, и люди, они просто теряли смысл жизни. И эти свидетельства, они говорят, что люди, слава Богу, что они встречали на своем пути верующих людей, которые все-таки указывали на то, что еще не все потеряно. Да, у тебя проблемы, но у верующих людей тоже есть проблемы. И когда ты, вот эти люди, которые были в миру, они, слушая этих верующих людей, слушали о том, что они счастливы, хотя у них тоже есть проблемы, видя, как они живут, они как-то менялись ценности. Люди приходили к Богу и осознавали, что действительно, да, в Боге есть счастье. Бог — это настоящая надежда. Христианская надежда — это не просто вера человека в то, что все будет хорошо. Это убежденность, что победа уже одержана, хотя может оказаться, что ты потерпел поражение. То, что Иисус Христос воскрес из мертвых, то, что Иисус Христос пришел на эту землю, Он дал нам возможность или верить в то, что мы однажды будем в лучшем месте, что эти страдания, эти скорби, они пройдут. И мы знаем, что Библия содержит в себе много таких обетований, слов, которые смогут взбодрить нашу веру, которые смогут поддержать нашу надежду. Мы надеемся, мы ожидаем чего-то большего, мы ожидаем, что в Боге или с Богом мы обретем новую жизнь, жизнь вечную, и все эти земные страдания, они куда-то уйдут. И здесь Писание говорит, вот мы прочитали римлянам вот эти, по пятую главу о скорбях, о том, что мы этим хвалимся, от скорби происходит терпение, опытность, от опытности надежда, и что дальше говорится, что надежда не постыжает. Человек, который в своей жизни уповает и надеется на Бога, не будет постыжен. Знаете, мы слышим свидетельства много людей, которые переживали гонения, над людьми издевались, над людьми там убивали, может даже люди шли на пытки, страдания, но они верили, они надеялись на Бога. И в одном псалме мы поем, что никто еще не постыдился, тот, кто верил в жизнь Богу. Бог за своих людей заступается, и тот, кто надеется на Бога, он не будет постыжен. Надежда не постыжает. Почему? Потому что любовь Божья издилась в сердца наши Духом Святым. В Библии есть один очень хороший пример людей, которые надеялись на Бога, которые уповали на Него, которые держались всей своим, знаете, естеством за Бога. Они даже заступали за Бога, когда люди, они говорили, что Бог, Он может как-то оставить нас. Иисус Навин и Халев. Я хочу обратить свое внимание на Халева, на его жизнь. Что говорит Писание об этом человеке, каким он был. И числа, в 13 главе, описывается история, как Моисей послал этих 12 соглядатаев в эту обетованную землю, для того, чтобы они осмотрели ее и принесли известье. И я прочитаю числа 13 глава. Уже после того, как эти люди пришли и докладывали Моисею, написано следующее слово. Числа 13 глава, 28 стиха. «И рассказывали ему и говорили, «Мы ходили в землю, в которую Ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, той силен, и города, укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хитей и Лусей, и Амарей живут на горе. Хананей живет при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую мы проходили, мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». И вот мы видим 12 человек, которые ходили осматривать эту землю. Лишь только двоих из них, они смогли заметить что-то такое, что мы все-таки, там и есть вот эти сыны Енаковы, они сильнее гораздо нас. И смотришь, мы рассуждаем над этим местом Писания, и кажется, вот этим 10 человекам задать бы такой вопрос, «Вы видели, как Господь выводил вас через черное море, Черное море, Красное море по-другому, да? И вы видели, как Господь силен все-таки производить свои действия. Он питает вас пищей в этой пустыне, вы благодаря Ему живете. И вот тут у вас подкрадываются сомнения, что вы не одолеете, вы не войдете. Вы, вот знаете, то, что Господь обещал, вы не верите тому обещанию. Да, можно такими вот словами, как бы, знаете, осудить, что ли. И мы не знаем, как бы мы себя повели в этой ситуации. Но этих два человека, да, там написано дальше, что Иисус Навин и Халев, они говорили, здесь говорится о Халеве, что Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Откуда такая вот уверенность? Откуда то, что вот все-таки мы сможем? Наверное, в своей жизни Халев что-то пережил, он видел Бога, он знал Бога, что все-таки он может, он готов помочь, и если он начал свое дело, он доведет его до конца. Вот человек надеется на Бога. Он видел все то же самое, что видели все эти остальные десять человек, но он надеялся на Бога, а не на свои силы. Знаете, иногда в нашей жизни мы склонны к тому, что вот я сам справлюсь, знаете, какая-то гордость может подкрадываться, что-то еще. И в своем этом, таком состоянии, в своем такой уверенности люди очень часто, они отступают от Бога. Гордость подступает, и люди разбиваются веря. А человек, надеющийся на Бога, на Господа, будет жить. Дальше мы обращаем свое внимание, человек, который надеется на Бога. Мы приводим в пример того же самого халево числа, 14 глава уже. Там говорится о том, что, прочитаем с 7 по 9 стих, числа 14 глава. «И сказали всему обществу сынов Израилю, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И вот Иисус Навин и Халев, они наоборот увещевали людей. Если мы вспомним, те 10 человек, они говорили, они распускали худую молву о том, что мы не сможем победить этот народ. Но Иисус Навин и Халев, они говорят о том, что мы сможем победить. Они вселяли в других надежду. И вот человек, который надеется на Бога, который знает, что Бог, он силен, и Бог, который говорит, не бойся, человек этот будет вселять надежду в других людей. Наверное, может, кто-то и слышал, наверное, кто-то внимал этим словам, которые говорили эти мужи. И вот мы видим хороший пример, что человек, который надеется на Бога, он вселяет надежду в других людей. Что впоследствии дальше нам? Библия повествует об этой истории. Те 10 человек, которые распускали худую молву, они были поражены Богом. Вот такое наказание постигло из-за чего? Из-за того, что люди вот так халатно отнеслись к Божьему обетованию, что люди не понадеялись на Бога. А что было с этими двумя мужьями? Числа, 14 глава, 24 стих. «Но раба моего халива за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, веду в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Итак, человек, надеющийся на Бога, будет жить. Человек, который надеется на Бога, наследует что-то большее. И вот сегодня, братья и сестры, Писание нам дано, слова оставлены, что Бог с нами, Бог Он проведет, и мы можем сегодня надеяться. Вы знаете, не из тех людей, которых все, больше ничего нет, не на кого надеяться, но мы имеем Бога, который проведет, который ведет, и можно и нужно уповать на Него, нужно надеяться. Человек, который надеется на Бога, будет помилован им. Числа, 14 глава, 37 и 38 стих. «Сие распустившие худую молву о земле умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, Сын Навин и Халев, Сын Иефонии, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю». Если мы будем надеяться на Бога, то будут эти силы жить, будут и духовные силы приходить, пройдут вот эти ветры, пройдут эти буры, и обязательно наступит момент, когда Бог, Он будет рядом, когда Бог благословит, когда те обещания, те обетования, которые когда-то Бог говорил тебе, они исполнятся в твоей жизни. Я еще раз говорю, да, мы иногда люди, проповедуя людям Евангелие, говорят, что вот приходите в церковь, все ваши проблемы решатся, но это не совсем верно, когда мы так говорим, когда мы так учим. У верующих людей есть тоже очень много проблем и переживаний, возможно, даже больше, чем у людей, которые не знают Бога. И тоже есть свои переживания, но я еще раз повторяю эту мысль, преимуществом всего в нашей жизни, то, что мы верим в Бога, то, что мы имеем надежду на Него. И что Библия говорит о том? Надеющийся человек, в Псалме говорится, как гарась он, он будет тверд. И надеющийся на Господа не будет постыжен. Надеющийся на Господа будет иметь победу, победу над грехом и прочие-прочие вещи в нашей жизни. Поэтому, братья и сестры, пускай для нас это слово будет ободрающе. Может, сегодня мы, уже, как говорится, надежда умирает последней. Может, даже вот эти последние силы, что и надежды больше нет, то Бог, Он ждет нас. Бог, Он сегодня готов выслушать все эти проблемы, которые есть в нашей жизни, все эти переживания. Он готов помочь. Поэтому давайте сегодня молиться о том, чтобы Бог нам помог все проходить в этой жизни. Аминь. Склонимся для молитвы. Спасибо.